Бунин, Отто Штейн, глава третья. В сумерке 9 ноября Людцев прошел мимо Неаполя, и сумерки эти были еще мягче и темней, чем в Генуе. Веяло еще более вольным ветром над огромным смутным заливом, за который длинной цепью переливались манящие к себе огни города. Потом, в серый, совсем весенний день, Штейн увидал среди серо-сжемчужной морской равнины одинокий фиолетовый конус вечно дымящегося Стромболи. Перед вечером курчавые облака на горах Сицилии, а ночью новые огни в Мессине. На розовой утренней заре, разбужденной медленной, но глубокой качкой, мерно отделявшей от койки занавеску, он любовался в отпотевшее окно каюты, под которым глянцевитыми буграми ходила холодная вода, полосатым от снега шатром Этны, распластанным и повисшим в ясном небе. В полдень при южном ветре и веселом жидком блеске записал в своем журнале, что цвет моря изменился, стал густолиловый. Двое суток пробыл Людцев в великолепной ионической пустыне, полной призраками воздушно-сиреневатых островов. На третьи сутки пыльной полосой означался на горизонте низкий берег, показались мачты и дома порта Саида. В порт Саиде несколько часов стояли, и Штейн посетил город. Назойливость несметных попрошаек, не дававших ему проходу, возмутила его. Однако, вынув книжечку, он записал, что движения этих семитов, не связанных европейской одеждой, восхитительны. Он ходил по улицам, пробовал греческие сласти и турецкий кофе, сидя возле кофейни и протягивая ноги черномазому мальчишке, стоявшему перед ним на коленях, ожесточенно работавшему сапожными щетками и порой с очаровательной детской радостью, сверкавшему на него белками. Субтитры создавал DimaTorzok